Программа «Столичное образование» В рамках реализации государственной программы развития образования города Москвы на 2012-2016 годы «Столичное образование» в Московском государственном лингвистическом университете состоялся круглый стол на тему особенностей преподавания основ религиозных культур в средних учебных заведениях. В работе круглого стола приняли участие представители Российской академии образования, департамента образования города Москвы, московских педагогических вузов, директора центров образования города Москвы, учителя и представители религиозных конфессий. С 1 сентября этого года во всех школах России был введен учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», сокращенно ОРКСЭ. Занятия по этой дисциплине проводятся для учеников четвертых классов, и это лишь первая ступень. В дальнейшем планируется организовать такие занятия для учеников среднего и старшего звена. Уже сейчас для курса ОРКСЭ четвертых классов разработаны первые программы и учебники. Курс является обязательным, поэтому отказаться от занятий нельзя. В 2009 году Министерство образования и науки Российской Федерации получило поручение президента о том, что необходимо обеспечить введение в российских школах подобного курса. Причем в 2009 год было время пилотного введения, 19 субъектов в 2009 году и с 2010 года еще 3 субъекта, всего 21 субъекта Российской Федерации на протяжении нескольких лет в экспериментальном режиме вводили у себя курсы. В результате работы по этому направлению, в результате очень кропотливого взаимодействия и органов власти у лица Министерства образования и науки Российской Федерации и всех религиозных концессий была создана база. И вот эта база стала основой введения курса основ религиозных культур и светской этики с 1 сентября 2012 года во всех образовательных учреждениях Российской Федерации. Все школьники средних школ, начиная с 1 сентября этого года, школьники четвертых классов учат предмет, курс основы религиозных культур и светской этики. Это курс модульный. Семья, семья именно как единица, вместе с ребенком выбирают, а какой из шести модулей они будут изучать. Что за модули есть в этом курсе? Основа православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, то есть такой интегральный модуль, и основы светской этики. Именно семья делает выбор, а что интересно, а что важно, а с чем надо познакомиться. Выбирают свой выбор, транслируют в образовательное учреждение, и школы уже организуют изучение для каждого ребенка модуля, какой выбрал ребенок. Выбор делается родителями на основе тех знаний, которые у них есть, основах религиозных культур и основах светской этики в Российской Федерации. Выбор делается родителям на основе того, что бы хотелось узнать, на основе традиций семьи. То есть факторов выбора множество. И нужно сказать, что одним из условий выборов, которые твердо ставят органы управления образования перед школами, это отсутствие давления на семью. Выбрала семья модуль, даже если это один ребенок в школе выбрал этот модуль, возможность для изучения этого курса у семьи и у ребенка должна быть, и она в общем есть. Нужно сказать, что с 2009 года по сегодняшнее время сформировалась целиком нормативно-правовая база по введению этого курса. Это и поручения сами, это и приказы Миноборнауки, это внесение изменений в базисный учебный план. Этот урок для четвероклассников обязателен, это не урок по желанию, это не факультатив, это урок, и он есть в базисном учебном плане. Для того, чтобы этот курс ввести, еще начиная с 2009 года, огромную работу федеральное министерство провело по созданию учебных пособий. Как формировались учебные пособия? Учебные пособия, вот здесь вот интересно очень, начали формироваться не только как книга для ученика. Учебные пособия есть комплекс, книга для учителя, книга для родителя, а это очень важно, потому что многие родители не знают, что это за курс. И когда мы в Москве этот курс ввели с сентября, самый большой вопрос, который задавали родители, а что мы теперь будем религию изучать? Так вот книга для родителей, она прежде всего дает ответ, а что это за курс, а что изучают? Это культурологический курс в целом, и книга для ученика. И прелесть вот этих учебников в том, что это первые учебники, которые прошли перекрестную межконфессиональную экспертизу. Все основные конфессии, все заинтересованные стороны согласовали каждый отдельный учебник, вот из тех учебников, которые сегодня используются. Москва готовилась к введению этого курса заранее. С мая 2012 года курс ОРКС как пробный был апробирован в школах Зеленограда. В результате был налажен механизм работы. Стало понятно, где учить учителей, как оценивать знания школьников и как выбирать модуль. На сегодняшний день распределение модулей курса ОРКС в Москве таково. 56% семей выбрали модуль «Основ светской этики». Основу мировых религиозных культур выбрали 29% семей. Основа православных культур — 15%. Основа исламских культур — 0,2%. Основа буддийской культуры — 0,1%. И основа иудейской культуры — 0,1%. Почему выбор такой, а не иной? Почему родители выбрали именно так? Я думаю, что этот выбор, который больше направлен в сторону светской этики и интегрированного курса, он обусловлен только одним. Родители не знали и не были знакомы с тем, а что это за курс. И весь этот год, и своим коллегам из образовательных учреждений, из округов, и родителям, и представителям религиозных концессий в рамках работы нашего координационного совета по введению РКСЭ. И я говорю, принимается всеми эта позиция. Вот этот год работы, который мы начали в 2012 году, это уже залог выбора следующего года. От того, как мы сработаем по тем или иным курсам, будет зависеть в том числе и выбор следующего года. Посмотрим, каким он будет. Но отдельно хочу заметить, что в течение учебного года, если у семьи и ученика сформировалась потребность поменять свою точку зрения, поменять модуль, поменять курс, она есть. Ученик может в московских школах возможность для этого есть. После подведения итогов первых месяцев реализации курса ОРКСЭ, участники круглого стола перешли непосредственно к дискуссии, к обсуждению проблем и особенностей курса. Так, по мнению представителя Российской академии образования Александра Данилюк, введение курса ОРКСЭ повлечет за собой изменение содержания гуманитарных наук. Преподавание ОРКСЭ на всех ступенях образования неизбенно повлечет изменение содержания гуманитарного образования. То есть мы не рассматриваем, скажем, православие в отрыве от русской истории, от русской литературы, от русской культуры. Равным образом и ислам, и буддизм. Это не некое чужеродное образование. Это духовные основы России, многонационального, многоконфессионального народа России. И интеграция ОРКСЭ с гуманитарными предметами, гуманитарными, безусловно, прежде всего, формирование целостного гуманитарного пространства, в котором ОРКСЭ является определенной духовной основой российских народов. Это, собственно, и есть та задача, то направление, по которому будет двигаться, я уверен, наша школа и наша система гуманитарного образования. Следующим слово взял директор Института международных отношений и социально-политических наук Арсен Косюк. По его мнению, разделение детей на группы в зависимости от их вероисповедания явилось ошибкой программы. Школа — это то учреждение, которое даёт знания, а не какие-либо верования. Введение курса ОРКСЭ, вне всяких сомнений, это подтверждает те результаты, которые есть. Это очень прогрессивный и положительный момент в жизни нашей школы. Но я думаю, что величайшая ошибка, которая сделана, это то, что разделение вот этих курсов в зависимости от верования. Для того, чтобы человек был толерантным, он должен иметь представление о всех религиях. Ведь сейчас очень многое делается в направлении того, чтобы объединить, в последнее время я имею в виду, объединить учеников в школе, в классах. Введение единой формы в школах, дресс-код и так далее. Разделение их на классы, ещё православных мусульман набирается группа целая. А если в классе один-два буддиста или представители иудейского исповедания, а здесь говорят, нет, ты иди туда, потому что ты представитель того верования, а эти здесь. Какое же здесь объединение? В Западной Европе мировые культуры, мировые религии преподают в обязательном порядке всем школьникам, без какого-либо деления их на какие-то отдельные классы. Такую позицию разделили и другие участники круглого стола. Так волнение представителя духовного управления мусульман Чувашской республики Альбера Грганова вызывает то, что не всем детям будет обеспечено качественное изучение модуля. Сможет ли директор найти учителей кабинет, если всего один ребёнок выберет изучение, например, основ исламских культур? Я тоже соглашусь с Арсением Аковлевичем. Вы знаете, есть правильные законы, есть правильные постулаты, мы всё правильно пишем, но жизнь показывает нам немножко и другие сегодня ситуации. Вот действительно в школах, где один человек, ребёнок хочет изучать свою религию, но мы видим, что дирекция не очень-то хочет одного ребёнка в школе обучать и выделять учителя, платить. И вы знаете, вы говорите, что можно же писать там жалобы, но как-то вот они не идут на это, чтобы не использовать отношения с руководством к дирекции школы. То есть это же не значит, хочет директор или не хочет. У него задача создать условия. Ну, мы работаем, чтобы условия были созданы. А другое дело, осмелюсь я или не осмелюсь заявиться, но это про другое сегодня. Возможности создадим даже для одного. Первый вопрос, стоит ли делить детей на группы, тоже не остался без ответа. По мнению Татьяны Васильевой, никаких волнений здесь быть не должно. Но разделение учащихся на группы предусмотрено только на начальном курсе ОРКСЭ. Детям необходимо дать знания о своей культуре, традициях семьи и основах исповедуемой веры. В старших классах обучение школьников будет совместным. Отдельный вопрос круглого стола – кто должен вести уроки ОРКСЭ? На данный момент эта функция полностью ложится на учителей начальной школы, истории и МХК. Правда, перед тем, как приступить к занятиям, педагоги обязательно должны пройти специальные курсы. А вот директор православной гимназии Радонеж Михаил Тишков считает, что только курсов мало. Преподаватели обязательно должны получать аккредитацию в соответствующие религиозные организации. Представители религиозных конфессий считают, в школу должен приходить и священнослужитель. Именно он может дать детям те знания, которые неизвестны педагогу. Должен вам сказать, что я посетил многие страны Запада и видел, как несколько православных детей, которые из православной семьи, могли по решению родителей пригласить в школу священника. Это я видел во Франции, в Литве, в Швейцарии, во многих других странах, где нет никакой проблемы, если несколько человек, я думаю, что не только православные, но и мусульмане, и другие учащиеся, могли пригласить именно священнослужителей в школу, чтобы он провел с ними те занятия, которые они хотят. Я думаю, что такая практика могла бы существовать и у нас тоже. Директоров школ этот вопрос тоже волнует, правда, с немного иной позиции. Как оказалось, сегодня не все учителя хотят вести курсы ОРКСЭ. Приходят учителя со стойким нежеланием преподавать этот курс вообще. Сколько бы мы ни говорили про культурологическую значимость, все равно через какое-то время возникают вопросы, а почему мы должны учить религии. А мы сами не исповедуем никакой религии, а мы плохо относимся, точнее говоря, а мы не воспринимаем православие, например. Говоришь ему, что вот сейчас вы, коллеги, должны учить православной культуре скорее, рассказывать не... в общем, вас не заставляют практиковать обряды, тем не менее учителя раз от разу задают вот этот самый вопрос. И возникает вопрос, если директор направляет к нам для обучения на курсы педагога, то не лучше ли выбрать того, кто хочет преподавать этот курс, кто готов, кто открыт к диалогу, чем вот чтобы у нас был поставлен знак равенства учителя начальных классов, учителя ОРКСЭ. Такого не должно быть. Вообще должны этот курс преподавать учителя, которые желают его преподавать, которые готовы выступить как моральный авторитет, которому доверяют и ребёнок, и родители. Вот, собственно говоря, эти проблемы с нашими педагогическими кадрами, они носят большую общественную значимость, представляют большой интерес для всех вас, потому что от того, какой учитель придёт в класс, от этого зависит отношение ребёнка к предмету и, по большому счёту, отношение ребёнка вот к этой проблематике вообще, к религиозной, этнокультурной, конфессиональной. Что делать в таком случае? Метод, по мнению директора Московского института образования Марии Лазутовой, один — сокращать зарплату. Ведь нагрузка учителя за счёт введения курса ОРКСЭ увеличивается, а значит, увеличивается и зарплата. Такая позиция вызвала неоднозначную оценку представителя Московского патриархата Русской Православной Церкви. То, что сейчас прозвучало, то есть фактически принудительная, да, вот финансовая такая вот палка, которую загонять учителя начальных классов к преподаванию ОРКСЭ, пусть ему это не нравится, это категорически неправильно, это неверный подход. Вы подготовите учителя, который не любит курс. Были названы и другие предложения по поводу того, кто будет вести курсы ОРКСЭ. Так Мария Лазутова подчеркнула, что в школу могут и должны приходить выпускники теологических факультетов, ведь сегодня во многих московских вузах кафедры теологии есть. Вот тем более уже высшая школа в этом плане действительно имеет огромный опыт. Это и теологические факультеты, и кафедры теологические, это уже и межконфессиональные какие-то огромные конференции, то, что вот лингвистический даже университет, я знаю, если он уже выстроил весь как бы фактор на постсоветском пространстве по проблемам духовного образования, ну так оно должно и быть. И я не исключаю, что на старшей ступени образования в общеобразовательной школе туда придут уже педагоги высшей школы, которые знают, что такое теология, что такое межконфессиональные отношения, и тогда вот эта составляющая в нашем государстве получит абсолютно логическое, профессиональное, грамотное завершение. То, что в школу должны идти выпускники вузов, поддержала и заведующая кафедрой мировой культуры лингвистического университета Марина Политаева. Правда, по ее мнению, это должны быть выпускники не только теологических, но и культурологических факультетов. Не только теологи могут идти и должны идти в школу, а вот, пожалуйста, культурологи. У них есть нагрузка, мировая художественная культура, то есть нормальная учебная нагрузка. И они вполне могут, зная языки, окончив лингвистический университет, преподавать и этот предмет. Поэтому это поле профессиональной деятельности не только теологов, но и культурологов, чему я своих студентов, в общем-то, и призываю. Во второй части круглого стола слово взяли учителя и директора московских школ. Так, директор православной школы Радонеж Михаил Тишков отметил концептуальное противоречие курса «Основы религиозных культур и светской этики». Тома концепция курса, арксе, в том виде, в котором она сейчас существует, представляется крайне противоречивой. Вдумайтесь, религиозная культура и светская этика. Меня удивляет, что до сих пор никто не отметил, что вообще сами по себе эти категории не являются ряда положенными. Объединяя их таким образом, мы сопоставляем понятия, стоящие на разных основаниях. И таким образом, вольно или невольно, выделяем в них специфическое обертональное содержание, не являющееся основным для одного из членов этой пары понятий. Если приоритет смысловой нагрузки в этой паре ложится на первый член, то есть на религиозную культуру, то альтернатива в виде светской этики актуализирует религиозное содержание второго понятия, превращая используемый термин «светское» в эвфемизм, указывая на скрывающийся за категорией светскости атеизм и наделяя его религиозным статусом. В таком прочтении замысла конструкторов этого курса мы получаем курс религиозной культуры традиционных российских религий, среди которых оказывается и атеизм, как специфический религиозный культ с соответствующей ему культурой. По мнению Михаила Тишкова, модуль «Основы православных культур» необходимо сделать обязательным по всей России. А второй модуль может выбирать семья. Так, в регионах, где большинство верующих мусульмане, модуль может быть «Основы исламских культур». То, что курс стоит назвать иначе, поддержали и другие участники «Круглого стола». И еще хотелось бы мне поддержать вот такую точку зрения. Может быть, даже огласите ее. Вот мы разделяем на религиозные культуры и светскую этику. Но давайте откроем учебник «Светская этика». С чего он начинается? Первые два парадокса. Там идет очень массированная информация о греческих философах. Давайте вспомним, кто они были по религиозному вероисповеданию. Кто скажет, что ли? То есть мы светскую этику начинаем с массированной атаки языческой культуры. И это тоже отсутствие логики. Мне казалось, что этот термин, вернее, не мне казалось, когда я училась на курсах в Академии повышения квалификации, тот преподаватель, который пришел на лекцию по светской этике, начал его с того, что это название ненаучно, и оно не имеет под собой почвы, потому что любая этическая система имеет под собой религиозные корни. И сейчас я вам расскажу об этических системах христианства, буддизма, мусульманства и иудаизма. И те преподаватели, которые пришли послушать о светской этике, они были крайне удивлены, а что говорить детям. То есть вот этот вот некоторый перекос, и вот это вот неправильное название, каким-то образом нужно от него уходить. Мне кажется, было бы логичным назвать этот курс «Культура России». Мне кажется, он такой всеобъемлющий, он включает в себя культуру разных народов России, и, может быть, стоит об этом подумать. Правда, предложение переименовать курс пока не получило всеобщего одобрения. Введение курса ОРКС вызвало у методистов и определенные трудности. Негативное отношение к педагогу. Кто-то пошел осознанно, да, я хочу. Причем, знаете, как было, многие же педагоги сами выбирали себе курс. Я хочу преподавать только православную культуру. Я хочу преподавать только культуру ислама. Я хочу преподавать светскую этику и не более того. Но поскольку в системе повышения квалификации заложено, что учитель должен обладать широкими знаниями в этой области, и знать не только ту культуру, которую он будет преподавать, но и все остальные, и не ему выбирать, собственно говоря, как он будет преподавать, а родители осуществляют этот выбор. Это тоже еще одна из таких проблем. Кроме этого, здесь вопрос еще поднимался по поводу экспертизы тех материалов, которые как ресурс используют наши педагоги при подготовке к урокам. Мы сами прекрасно понимаем, я как педагог, как методист, что материалы, которые располагаются на этих пространствах, должны кем-то отсматриваться, отслеживаться, потому что они бывают совершенно разного качества, порой сомнительного. Вот первое, что хочется сказать, должна, если у нас будет создаваться некий совет, чтобы была группа либо состоящих из методистов, либо из специалистов, которые в университетах работают, из тех же студентов, которые обучаются на последних курсах вузов, чтобы они все-таки могли смотреть и давать некие рекомендации. Стоит такие материалы располагать в открытом информационном пространстве, в котором пользуются все педагоги, или все-таки нет? Я хочу рассказать о таком аспекте, который все время, коллеги, затрагивали, но мы говорили об этом предмете, важности его для общества, для ученика, для родителя, а вот учителя. Это непосредственно та категория, с которой сталкиваются постоянно наши преподаватели. Мы обучаем московских учителей этому самому новому курсу Арксе. На данный момент на нашем портале зарегистрировано более трех тысяч учителей. Можете себе представить объемы нашего опыта, когда мы сталкиваемся с этими учителями. Я сразу же могу подтвердить мнение Центрального округа, это относится абсолютно ко всем округам, что учителя восприняли изначально курс Аркса негативный. Это было связано с рабочим стрессом, потому что в короткое время надо было освоить большой объем знаний. Это было связано с тем, что немногие учителя пошли сначала по добровольному желанию, а многие по распоряжению директора. И с чем мы сталкиваемся? Что приходят к нам учителя Арксе. Вот мы по всем округам ездим, читаем лекции, в частности, я лектор по светской этике, меня отводят в уголок очередные 5-6 коллег и говорят, обязательно Арксе выбирать. Представляете, человек 6 лекций прослушал, тем не менее такие вопросы возникают. То есть учитель Арксе, он еще не может себе представить, что это не какие-то эксперименты, а что это уже практика, и, соответственно, с этим курсом нам надо будет жить. Конечно, не все учителя восприняли новый курс негативно. Так учитель начальных классов школы номер 223 Юлия Вендель поделила своим опытом работы на курсе Арксе. Как оказалось, курс нравится и учителям, и детям, и родителям. Достаточно хорошо идет этот курс, и детям нравится, и родители проявляют интерес, помогают довольны учебниками, темами, и тем, что дети с ними обсуждают. Много домашних заданий, больших, объемных, стараемся не задавать. Если это идут, то задания творческого характера на обсуждение с родителями, на то, чтобы почитать, обсудить, проанализировать поведение героев, либо на уроке обсуждаются, и сами дети создают ситуации жизненные, так, чтобы их все-таки приблизить к нашей жизни. Сейчас родители уже и склоняются на то, что можно рассмотреть после уже того, как мы закончили бы этот курс, и ввести модуль православной этики. В ходе работы круглого стола поднимались и другие вопросы. Стоит ли ограничивать уроки только занятиями в классе? Как лучше преподавать новый материал? И как оценивать знания учащихся? Что касается последнего вопроса, привычных оценок не будет. Как отметила заместитель руководителя Департамента образования города Москвы Татьяна Васильева, оценить знания детей на уроках ОРКС в традиционной системе оценивания нельзя. Это предмет безотметочный. 5, 4, 3 здесь не ставится. Здесь оценивается активность ребёнка. Хорошо поработал, можешь лучше. Тебе надо постараться в этом направлении. Оценивается динамика знаний ребёнка. Много узнал, можешь узнать больше. Узнал мало, не старался. Но в традиционном понимании ты сегодня что-то такое доброта выучил на 3, конечно, нет, такого не будет. Это предмет безотметочный. По результатам круглого стола была принята резолюция. Первое. Создать при Департаменте научно-методический совет по проблемам духовно-нравственного воспитания и образования. В такой совет должны войти педагоги, научные работники, представители духовенства и родители. Именно они должны разработать оптимальную модель духовно-нравственного развития детей в течение всех лет обучения в школе. Второе. Создать условия для сетевого взаимодействия всех представителей образования по вопросам совершенствования курса ОРКСЭ. Иными словами, директора и учителя московских школ должны иметь возможность в удобное время в режиме онлайн обмениваться опытом и обсуждать наиболее важные вопросы. И третье. Не реже двух раз в год проводить обсуждения актуальных проблем преподавания ОРКСЭ. Следующий круглый стол запланирован на конец учебного года. Субтитры создавал DimaTorzok